В итоге второго матча между Динамо Невай и 7.62 с защитником 7.62 Влада Назаренко. Влада, проанализируй игру, пожалуйста. Что опять не получилось, что не хватило сегодня? Где-то не выполнили установку тренера. Сначала было все хорошо, атаковали, но потом что-то пошло не по плану. Как-то так. Много удалялись, не вынуждено удаление совершенное, которое ломали игру. Ну смотри, первый период, как мне показалось, был примерно в равной борьбе. Что случилось во втором периоде? Почему так вот все немножко посыпалось? Ну пропустили одну, немножко подломило, потом счет уже 3-1. Потом пропустили быстрые шайбы за буквально 6 минут, 3 шайбы это очень много, и надломилось игра вся. Но потом собрались и побежали в атаку, в принципе. Несколько моментов хороших было, но не получилось забить. До конца не додержались, скажем так, да? Хорошо, а как в целом оценишь уровень на данный момент Динамо Невай как соперника? Нет, ну уровень очень высокий, очень много мастеровитых игроков. Поэтому команда идет наверху у таблицы, так что это очень серьезный соперник. Как защитнику, кто больше проблем доставляет на поле из игроков? Даже Болгарева и Кодирова. В общем, да, все традиционно. Вопрос, я думаю, что многим любителям хоккея будет интересен. В недавних играх было замечено за тобой проявление бойцовских качеств. Это на эмоциях или ты, в принципе, готова к тому, чтобы отставить команду? Ну, отставить команду, отставить вратаря, потому что, когда лезут нашего вратаря, это непозволительно. Само собой. Да. То есть, если что, готова к сбросить. Ладно, до свидания. Хороший настрой. Как будете настраиваться на домашнюю серию? Мы сейчас разберем ошибки и, в принципе, будем готовы дать бой. И все. За счет чего можно будет противостоять дома? За счет выполненной тренерской установки и меньше удалений. Хорошо. И давай напоследок что-нибудь для болельщиков 7.62 и подписчиков нашего сообщества. Приходите на женский хоккей, нам не хватает вашей поддержки. Спасибо. Спасибо.